Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Меня спрашивают о гирефордах, как о породе мясного скота, чтобы я рассказал о каких-то особенностях, о каких-то нюансах и выразил свое мнение на эту тему. Я хочу сказать, что в номере 3 за 2024 год журнала «Преусадебное хозяйство» вышла моя статья, которую я написал для этого журнала. И ничего лучше, чем просто зачитать эту статью, я не нахожу для ответа на этот вопрос. Вот эта статья, она называется «Гирефорды обходятся дорого». Здесь есть фотографии, которые взяты с нашего канала. И я зачитаю, может быть, это кому-то будет полезна, общая информация о гирефордах. Поэтому не у всех есть возможность приобрести этот журнал. И я тогда не отвечу на этот вопрос, если я вас отошлю только к этому журналу. Поэтому начинаю. Почти 10 лет назад мой отец, приехавший в гости, увидев буйную травянистую растительность у нашего дома в Тульской области, сказал, вам нужно завести бычков. Идея зародилась, и мы с женой и двумя детьми тогда еще не знали, какое жизненное приключение это нас заведет. Спустя некоторое время у нас было стадо гирефордов, около 60 голов. Из них, примерно, 20 бычков разного возраста, телочки, нетели. И у нас абсолютно не было денег. Постараюсь рассказать, почему и как это получилось, чтобы начинающие фермеры не имели завышенных ожиданий и правильно оценивали свои силы и возможности. Варианты работы с мясным КРС. Гирефорды – это порода коров мясного направления, отличающаяся неприхотливостью к кормам, выносливостью к условиям содержания, спокойным нравом и покладистостью. Благородный кучерявый коричнево-белый окрас, короткие конечности, мощная шея и широкий зад выделяют этих животных из ряда высоких и костлявых молочных коров. Мы никогда не держали коров и весь этот свой опыт начали получать сразу же после покупки трех нетелей и быка гирефордской породы. В среднем одна голова обошлась нам в то время около 110 тысяч рублей. Скот был товарным, без племенных свидетельств, но коровы точно гирефорды. Выбор мясного направления был обустроен для нас тем, что дойка коров и реализация скоропортищего молока казалась очень трудной. Мясной скот не требуется доить, телята находятся на подсосе, а до мяса, как мы думали, нам еще далеко, потом разберемся. Есть два варианта работы с КРС мясного направления, с материнским стадом или без него, от корм бычков. Первый вариант требует довольно больших начальных инвестиций на приобретение нетелей, осемененных телок, которые должны отелиться в ближайшие 3-4 месяца. Будущее потомство в виде бычков и телок, примерно один к одному, создаст в дальнейшем товарное поголовье. Недостатком такого варианта является слишком долгий период окупаемости первичных инвестиций. Так, с учетом затрат на кормление матери и теленка, окупаемость одной приобретенной за 110 тысяч рублей нетели может происходить около 4-5 лет, в зависимости от цены мяса или скота живым весом. Такой вариант предполагает игру в долгую, но он гарантирует получение первичного сырья, бычков и телок, что обеспечивает независимость и устойчивость хозяйства. Второй вариант подразумевает приобретение 8-9-месячных бычков, отнятых от подсоса, их от корм и реализации живым весом или мясом. Однако приобретение таких бычков по приемлемой цене почти невозможно. Хозяйства, которые их производят, чтобы иметь экономический смысл своего существования, должны продавать молотняк по 60-80 тысяч рублей за голову, а от корм бычков, приобретенных по такой высокой цене, мало рентабеленный. Выбрав вариант работы с материнским стадом, мы приобрели вдобавок к нашим еще, нашим трем, еще около 25 нетелей, примерно за 2 миллиона рублей. Причем эти деньги были не заработанными на Геррифордах, а из личных семейных накоплений. Вскоре нетели принесли нам телят, но их было меньше 25 голов. Были и аборты, и мертворожденные телята. Принятом нами варианте хозяйствования, бычки идут на откорм и реализацию на мясо, а телочки на развитие хозяйства. Таким образом, реально доход могли мы получить, могли обеспечить только бычки, которых оказалось всего 10-12 голов. Выращивание Геррифордов от рождения до приемлемого кубою живого веса, 500-600 килограмм, занимает полтора или 1,8 года. В это время вы продолжаете содержать материнское стадо, а также телочек, которых оставили на развитие. Таким образом, при старте Геррифордского хозяйства с нетелями, первая выручка может быть получена только спустя 2 года. Поэтому нужно иметь запас денег, кормов и всего необходимого на этот срок. Содержание может быть Геррифордов довольно простым. Для 30-40 голов Геррифордов достаточно построить на небольшой возвышенности навес шириной 10 и длиной 25 метров, который будет служить укрытием для животных во время дождя, снега, метели, от сильного ветра и солнца. С северной стороны навес можно закрыть досками, а торцевые стороны съемными щитами, чтобы проводить чистку. Под навесом необходимо все время поддерживать большой слой чистой сухой соломы. Для паения на площадке недалеко от навеса оборудуются паилки с подводом воды нижнего уровня промерзания почвы и одновременная прокладка электрокабеля для подключения обогрева специальной зимней паилки. Кормление животных осуществляется в круглых кормушках, куда загружаются рулоны сена или сеножа. Можно оборудовать линии кормления из расчета 1 погонный метр на голову с забетонированными местами для нахождения скота и проезда техники с железными ограничителями для животных. Такой вариант довольно дорогой в исполнении и требует специализированной техники для приготовления и раздачи кормов. Площадка для содержания геррифордов должна быть устроена на возвышенности для стока воды и быть довольно просторной. Чем просторнее площадка, тем меньше будет грязи в осенне-весенний период и больше пространства для размещения круглых кормушек для рулонных кормов. На 50 голов достаточно площади около 2 гектаров. Обращаю внимание, это не пастбище, а просто площадка для содержания геррифордов, которая огораживается электроизгородью. Таких площадок должно быть несколько для разных групп животных. Так, телочки после отъема от матерей должны содержаться отдельно от бычков. Бычки должны иметь свой загон, а нетели, кормящие осемененные коровы, могут содержаться вместе. Есть особенность по отелам геррифордов. Для максимального использования пастбищ и меньшего расхода дорогих заготовленных кормов отелы планируют на февраль-март. Для средней полосы России это очень холодный период. Поэтому геррифордское хозяйство должно быть оборудовано родильным отделением, которое представляет собой помещение с проходом и несколькими отсеками по одному на 10 голов материнского поголовья площадью около 70 квадратных метров для размещения коров непосредственно перед отелом. Родительное отделение должно быть оборудовано лампами, обогревателями и всем необходимым для родовспоможения. Необходимо позаботиться об удобстве чистки отсеков. Помещение для отелов делают неотапливаемым, но утепленным. Чем кормить геррифордов? Основной корм – травы, растущие на пастбищах. Такие пастбища должны быть из расчета около 2-5 гектаров на голову. Упал у меня мой журнал. Но и такой площади может быть недостаточно в засушливый период. Пастбища огораживают электроизгородью или колючей проволокой и должны быть культурными, то есть засеянными пастбищными травами. Смесь семян овсяниц, райграса пастбищного, ежи, тимофеевки в равных долях плюс около 50% белого клевера ползучего. Пастбища оборудуются поилками, укрытиями от солнца летом. Так же, как и площадки для содержания скота, должны быть разделены для бычков, для тёлочек, для нетелей и кормящих матерей. Для кормления в зимний период используются заготовленные корма – сено, сенаж, силос. Наиболее питательным и эффективным будет кормление геррифордов зерно-сенажом, бобовых или злаковых трав. Такой корм может являться основным в стойловый период, примерно 220 дней в средней полосе России. Расход сенажа составляет примерно около 6-7 тонн на голову на стойловый период. Расход сена будет в два раза меньше, но результат будет хуже в связи с низкой питательностью такого корма. Бычков на откорме от 8 месяцев до убоя желательно подкармливать размолом зерна, пшеницы, ячменя, гороха и в равных пропорциях – 4-5 кг на голову в сутки. Плющение зерна более предпочтительное. На ферме, занимающейся геррифордами, обязательно должна быть организована площадка для обработки скота с расколом, удобным доступом к ней со всех зимних площадок и пастбищ, с возможностью подъезда техники для перевозки скота. Выход мяса у геррифордов-бычков примерно на 10-15% больше, чем у бычков-молочных пород. Вкусовые качества мяса зависят от типа кормления – зерновой или травяной. Для массового потребителя, сложившейся в нашей стране рыночной ситуации, различий в цене мяса геррифордов и мяса бычков-молочных пород не имеется. Исклюзивных ниш реализации мяса не так много, и на них лучше не рассчитывать. Нужно понимать, что в случае отсутствия собственной базы для переработки мяса единственным выходом для реализации относительно большой партии скота будет являться продажа живым весом перекупщиком по цене в два раза ниже рыночной. Именно эту цену необходимо учитывать при бизнес-планировании хозяйства. Разведение мясного скота из-за кажущейся простоты является довольно привлекательным для многих начинающих фермеров. Однако низкая рентабельность производства, долгий срок возврата инвестиций и конкуренция с мясом говядины от молочных пород КРС могут привести к банкротству хозяйства, не имеющих сторонних источников финансирования. При любых подсчетах молочная корова, которая дает и теленка, и молоко, будет примерно в пять раз более экономически эффективной, чем мясная. Это стало причиной того, что столкнувшись с отсутствием приемлемой для нас цены реализации бычков-гирифордов, мы вынуждены были продать квартиру, оборудовать доильный зал, открыть молочную ферму, ежедневный доход, который и стал для нашей семьи основой выживания. Сейчас у нас дуется около 40 коров айширской породы, всего в хозяйстве около 100 голов. Молоко от 800 до 900 литров в сутки продаем частным переработчикам. Затраты с дойными коровами окупились буквально за год. А с гирифордами, как бы они ни были хороши, все же пришлось расстаться по экономическим причинам. Вот я вам зачитал всю эту статью. Надеюсь, за 11 минут я сказал вам много полезного и вы учтете это в своих мыслях насчет гирифордов. Всего вам доброго. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, в Routube, в Telegram. Найдете для себя много полезного и нужного. Всего вам доброго. До свидания.